27 марта отмечается Международный день театра. Английский поэт и драматург Оилл Шекспир отметил весь мир театр. Театр – удивительное искусство, которое заставляет думать, анализировать, сопереживать, радоваться и грустить. Дорогие любители искусства, приглашаю вас на «Арт-час» «Необычные театры мира». Сегодня мы расскажем о том, какие театры в мире считаются самыми красивыми и необычными, на каких сценах мечтают выступать великие оперные певцы и театральные звезды, где всегда нет свободных мест. Сиднейская опера по замыслу архитектора представляет собой скульптурное изображение корабля с поднятыми парусами. Он входит в десятку выдающихся сооружений современной архитектуры и является визитной карточкой Сиднея. Метрополитен опера, которую сокращенно называют МЭТ, была основана в 1880 году, но в своем нынешнем здании, Линкольн-центре, театр обосновался лишь в 1966 году. В здании хранятся скульптуры Лимбруко и Майоле, фрески Шагала, а также портреты выдающихся артистов. Парижская опера, известная также как Гранд-опера и опера Гарнье, один из самых известных и значимых театров мира. Он был построен в середине XIX века по приказу Наполеона III. Ла Скала был открыт в 1778 году на месте церкви Санта-Мария де Ла Скала, откуда и пошло название самого театра. В своем первоначальном облике здание просуществовало до Второй мировой войны, когда театр был полностью разрушен. Сегодня Ла Скала – мировой театр оперной культуры, вместимость театра 2030 зрителей. Арена де Верона, которая была построена примерно в 30-м году н.э., может по праву претендовать на звание старейшего в мире действующего театра. Кроме того, амфитеатр поистине огромен. Он может одновременно вместить до 16 тысяч зрителей, на что не способен ни один классический театр. Амфитеатр является третьим по величине и внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Венская опера – крупнейший театр Австрии. Открылся в мае 1869 года премьерным спектаклем «Дон Жуан» Моцарта. В оформлении фасада здания присутствуют фрагменты оперы «Волшебная флейта». В Австрии, в городе Брегинс, есть сцены под открытым небом, вмещающие 6,5 тысяч зрителей. Ее уникальность в том, что расположена она на озере Констанц, прямо на воде, на 200 сваях. Плавучую конструкцию монтируют в июле или августе, перед началом Брегинского фестиваля, который проводится с 1946 года и привлекает десятки тысяч туристов. Декорации к спектаклям на этой сцене являются самыми незаурядными и водонепроницаемыми в мире. Театр «Экспланада» является одним из самых амбициозных проектов Сингапура. Внутри расположен концертный зал на 1600 мест, театр на 2000 мест, несколько ресторанов, торговый центр и еще один театр под открытым небом. Над проектом «Экспланады» одновременно работали два архитектурных бюро. Оригинальный театр «Глобус» в Великобритании был основан в 1599 году на средства труппы актеров «Люди Лорда Камергера», который принадлежал Шекспир. Однако здание этого театра сгорело при пожаре, в 1613 году. За всю историю здание перестраивалось три раза. В 1997 году театр был восстановлен под названием «Шекспировский театр «Глобус». Лондонский Королевский зал искусств и наук имени Альберта, или Альберт Холл, самый престижный британский концертный зал, рассчитанный на 10 тысяч зрителей. Он был построен в память о принце Альберте, по распоряжению его вдовы, королевы Виктории. В здании с 1941 года регулярно проводятся различные концерты и культурные мероприятия. Одним из самых необычных в мире является французский уличный театр «Пассажиры». Труппа ставит шоу только на улице и только на вертикальных поверхностях, от стен зданий до древних крепостей. Участие в постановках требует от актеров хорошей физической подготовки. Спектакли французского коллектива – нечто среднее между пандомимой и балетом. Во Вьетнаме есть необычный кукольный театр, в котором кукловоды управляют куклами, стоя по колено в воде. У кукол предусмотрены специальные пружины, при нажатии на которые появляются брызги, волны, другие задуманные по сценарию эффекты. Во время представления кукловоды находятся за ширмой и управляют марионетками с помощью длинных бамбуковых палок. Мариинский театр в Санкт-Петербурге – крупнейший музыкальный театр России, настоящий символ русской культуры. Здание театра, построенное в 1860 году архитектором Кавосом, одно из красивейших не только в России, но и во всем мире. Великолепное убранство зрительного зала в основном сохранилось до наших дней. Мягкое сияние позолоты, голубой тон обивки и драпировок, пышное царское ложе и огромная хрустальная люстра – таков уникальный колорит этого самого лирического театрального зала Европы. Дождь – частый гость Санкт-Петербурга. В его честь и назван еще один экспериментальный театр – театр дождей. Его символ – белая ворона – красноречив. Действительно, в культурном пространстве мегаполиса этот храм Мельпомены выделяется доверительной атмосферой. Основу репертуара составляет пировая классика. Три сестры на дне, поминальная молитва, чайка, но приоритеты иные. Акцент на крупный план, чтобы зрители могли рассмотреть меняющуюся мимику, жесты, выражения лиц актеров на сцене. В Москве в 1944 году появился театр теней. Этот вид искусства родом из Азии. С 1988 года театр находится на Измайловском бульваре. В репертуаре – классические и современные детские спектакли. Изюминка – нестандартный режиссерский подход, в котором живая актерская игра органично дополняет кукол-марионеток, а приемы русской и китайской культур вносят новизну в сюжет. Театр мимики и жеста – первый в мире и единственный в России стационарный профессиональный театр глухих актеров. Актеры на сцене говорят языком жестов, эмоции передает их меняющаяся мимика. Каждый зритель, побывавший хоть раз на спектаклях, обращает внимание на пластичность, выразительность и красоту происходящего на сцене. Театр – особый и прекрасный мир. Ни с чем не сравнится живая игра актеров и та волна эмоций, которую мы испытываем, наблюдая за театральным зрелищем. Глядя на сцену, можно забыть обо всем, потому что попадаешь совсем в другой мир, сопереживаешь месяц и все время удачи, торжествуешь по небу. С праздником, дорогие зрители! Субтитры создавал DimaTorzok